Хотелось очень донести, какое же было детство у тех детей. Нам, организаторам, показалось, что это очень важно. Работы на выставке разные, но их объединила одна тема – детство во время Великой Отечественной войны. Свои работы представили 30 художников. Экспозиция путешествовала по 12 площадкам. Лучшую работу выбирали посетители. На сайте конкурса проголосовало около 2000 человек, а на площадках – около 9000. Тема, она лично меня очень тронула. Я написала очень много работ на эту тему – «Дети и война». Художнице из Уфы Вере Фроловой тема особо понравилась. Ее работа – фотография, гревшая сердце всю войну, признана лучшей, по мнению жюри. В конкурсе Вера Фролова участвует в третий раз, но лауреатом первой степени стала только в этом году. В основе сюжета картины – история о том, что солдаты на войну всегда брали с собой фотографии родных людей и в основном фотографии детей. В работе нет лица конкретного человека, нет лица конкретного солдата, но есть конкретная фотография, потому что в основе была именно история конкретной семьи. Победителем по итогам общественного голосования стала Тамара Самойлова из Лениногорска. Ее работа «Я раненым детством в войну проклинаю» набрала 1723 голоса. Тамара Самойлова сама пережила военное детство. Она родилась в 1940 году. Сюжет картины, в котором девочка держит белую кошку, приснился Тамаре Самойловой во сне. Вроде получилось то, что я чувствовал. То, что я чувствую. То, что приносит война. В одном ребенке, в чистота, вот в этой кошке. Работы коллег оценили высоко и сами художники. Меня очень тронул, даже мне сын позвонил, мам говорит, такую работу видел. По-моему, это Хузина, девочка через стекло смотрела. Это уже профессионал такой. Это мощная работа. Работа, о которой говорит художница, принадлежит кисти Рустема Хузина из Казани. Ее название «Пусть всегда будет солнце». Картина стала лауреатом второй степени на конкурсе и набрала 1164 голоса. Победители получили дипломы и денежные призы. Рената Саидгораева, Тимур Туманов, Новости Юго-Востока.